В нашем городе в школах с 4 октября проводится вакцинация детей против гриппа. Другими словами, медики, врачи, медсестры пытаются остановить грипп до начала эпидемии. Грипп это чрезвычайно заразное сезонное вирусное инфекционное заболевание. Грипп и другие острые респираторные заболевания или ОРЗ по своей социальной и экономической значимости занимают первое место среди всех болезней человека. То есть 95% всей структуры. Основной путь передачи это воздушно-капельный. Возможно заражение также через предметы обихода больных, это полотенца, чашки и так далее. Во внешней среде вирус гриппа ОРЗ он крайне неустойчив. Но тем не менее ежегодно из 150 миллионов людей России гриппом и ОРЗ заболевает около 40 миллионов человек. Причем 500 из них погибает, несмотря на определенные успехи и достижения в интенсивной терапии. 5% из всех заболевших переносит тяжелую гипертоксическую форму гриппа. Осложнения при гриппе, как правило, возникают на 9-14 день и составляют приблизительно 20-29%. Это могут быть и отиты, пневмонии, воспаление почек, нефрита, менингиты и так далее. В период эпидемии, как правило, обостряются и основные заболевания. У кого-то, например, заболевания сердца сердечные, легочные заболевания, сахарный диабет, опухоли и так далее. Доля детей среди всех заболевших ОРЗ приходится половина или 50%. Наиболее уязвимы для гриппа дети дошкольного 3-6 лет и школьного возраста 7 и 14 лет, а также люди старше 65 лет. Группам высокого риска также относятся медработники, педагоги, работники транспорта, работники торговли, воинский контингент. Восприимчивость к гриппу в период эпидемии составляет 30%. И вот вакцинация, которая проводится сейчас у нас в городе, это лучшее решение в профилактике гриппа. Она снижает заболеваемость приблизительно в 1,7 раза, по некоторым данным в 2 раза, облегчает течение гриппа и предупреждает осложнения. В нашей стране, в России, производится 6 противогриппозных вакцин. Это Санкт-Петербург, Иркутск, Уфа, Нижний Новгород. Все эти вакцины, они живые, лантоисные, противогриппозные, они отвечают всем стандартам Всемирной организации здравоохранения по антигенной структуре и по безопасности. Они обеспечивают защиту от трех типов вируса гриппа и вводятся, начиная с трех лет и до, без всякого ограничения. Введение вакцины в зависимости от типа может происходить интраназально, с помощью распылителя, аразоль, вводится доза вакцины в обе ноздри, или же парентерально, подкожно, верхний утрит плеча. Противопоказаний к вакцине нет. Единственное, самое главное, противопоказание, это непереносимость куриного белка. Вакцина переносится хорошо, и по статистике до 2% могут возникнуть какие-то незначительные осложнения. Но сам процесс вакцинации сопровождается в течение трех дней, может быть легкое недомогание, небольшая заложенность ножа, повышение температуры до тридцати семи пяти градусов. То есть человек, получив живые вирусы гриппа, как бы легко переносит грипп. Детей перед прививкой в школе обязательно осматривает фельдшер или врач, то есть проверяет, нет ли каких-то острых вирусных заболеваний, нет ли температуры. И только после осмотра проводится это прививка. Вакцинация это лучшее решение в профилактике гриппа. Это специфическая профилактика заболевания. Но есть еще не специфическая профилактика. В прошлом году вы знаете, что всех школьникам, всем дошкольникам давали в течение 10 дней такой препарат иммуномодулятор дипазол. Но к неспецифическим профилактикам относятся следующие мероприятия. В первую очередь это хорошее питание. Необходимо, чтобы была белковая пища. То есть попросту, чтобы кусочек мяса был ежедневно на столе или творог. Белковая пища. Второе, это одежда по погоде. Не забывайте есть пословица. Держи ноги в тепле. Следующее. Это занятие гимнастикой и водными процедурами. Мы с вами меняем темп жизни с лета на осень. У нас меняется подвижность. Температурный режим. Так вот, если вы будете обтирание производить до пояса ежедневно прохладным полотенцем, а ноги мыть водой из-под крана, это вас защитит от заболевания гриппа. И следующее. Если все-таки кто-то заболел в семье, нужно немедленно провести изоляцию больного. То есть не нужно ходить ни в школу, ни на работу. Домашний уют, забота близких, тепло. Это самое главное. При лечении гриппа. Естественно, нужно вызвать участкового врача, вашего любимого доктора, который в индивидуальном порядке назначит лечение и будет проводить тактически правильно заболевшего гриппом. Всего вам хорошего. Продолжение следует...